я искал способы подхода к оценке измерению этого состояния содержание я пытался руками который приближал к фотографиям знакомых мне людей но на мой взгляд очень разных найти отличия в их уже не энергиях а кармах которые конечно же тоже насыщены собственными энергиями дней прожитых и текущих я пытался выстраивать различные фигуры и отказывался от них вели противоречия в сравнении собственными внешними ощущениями тогда еще не было этих ясновидящих которых можно встретить на каждом сейчас повороте улиц на каждой странице газеты журнала тогда еще не было этих ясновидящих которых можно встретить на каждом повороте улицы на каждой странице газеты журнала тогда никто еще не мог опрокинуть мою уверенность и веру в то что я смогу во многом разобраться том о существовании которого многие даже и не подозревали я стал делать записи а за ними создавать дневники в один из которых вносил только послание направленные свыше от бога ли они были дьявол или я не знал но даже часто просыпаясь я записывал будто под диктовку то чего ждал что слышал а чаще не слышал принимал по буквам по словам прошло уже достаточно много времени чтобы сказать о том что это было не из разряда помешательство доносилось не из уст черных сил тем более не из мира белой горячки ибо никогда я не увлекался пристрастием к распитию спиртных напитков я просто понимал что залез туда о чем ничего не знал ничего не слышал ничего не читал к тому времени трое слушателей из моей группы из числа многих тех которые после получения диплома поставили оказание помощи больным на коммерческий поток уже ушли жизни а у меня единственное из них уже было два диплома и статус второго был на порядке выше первого мое окружение стало беспокоиться за меня так как я уже получал весочки о собственном нездоровье которое мне вовремя удавалось поправлять корректируя корректируя отступая избирая другой путь к познанию я понимал что меня с завязанными глазами и отсутствием даже небольших знаний продолжают вести где то запрещая а куда то и вовлекая я стал вспоминать те ситуации в диагностике когда пытался что-то разглядеть а видел матовое пространство за стеной которого предполагалось наличие онкологии когда я от некоторых людей слышал о том что им не дают покоя бегущие внутри тела мыши я мгновение задумывался и говорил да да не беспокойтесь я их всех выгоню и человек сразу же чувствовал облегчение благодаря меня за эту помощь и когда ничего не понимая но видя облегчение состояния женщины я дошел до диагностики головы я вошел в мир неизвестного засасывающего меня увлекающего в то состояние которое несет меня а зацепиться не за что о котором узнал из повести Беляева продавец воздуха но вновь меня остановил экран который стал препятствием и сохранение меня как человека как личности так я познакомился и состоянием шизофрении а если бы этот человек знал что в это время во мне творилось я не понимал кто держит меня в таком состоянии умного врача имеющего многолетний опыт исцеления уверенного в том что никаких болезней не существует а если они появятся они будут уничтожены по простой причине что мы посланы на землю не болеть а наслаждаться деяниями своими откуда у меня была эта серьезность когда кому-то трудно бы было удержаться от смеха откуда была эта сосредоточность и находка нужных и важных для человека с недугом фраз я знал себя я знал как себя где вести я знал свое умение пользоваться наитончайшим юмором тогда когда он был уместен я тоже знал как себя вести и что говорить в минуты ничем неоценимой скорби когда у рядом стоящих не находилось слов не проявлялись какие-то мгновения сошедшие из памяти я понимал что это невзращенное а многократно в раз приобретенное и от этого становилось еще тяжелее а ведь за каждым ведется наблюдение и деяния каждого из нас оцениваются а с чего начинаются наши деяния задавал я себе вопрос с мысли если в мыслях ты готов кого-то наказать отомстить и убить но твердо знаешь что ты не закажешь и никогда этого не сделаешь ты убил я боюсь для всех показаться человеком все знающим я не хочу показаться тем у кого есть ответы на все вопросы все это мои наблюдения мои переживания мой поиск мои восприятия с которыми я готов поделиться и только во благо и только потому чтобы нарастить малый объем положительной энергии в мире которая бы обрела силы стать дамоклым мечом висящим над негативной так много тайн у тех кто много говорит о своих способностях на воротах во всем в одежде словах терминах всевозможные атрибутики по брякушках висящих на них животных которых они притаскивают на раскрытие причин и понимание следствий запомните навсегда тот кто многое умеет кто многое знает кто больше всех в чем-то преуспел тот доступнее для общения тот всегда на своем лице несет печать незнание но не сомнение любой настоящий гуру наставник учитель мудрец просто в одежде в рассуждениях и объяснениях притягателем простотой своей и он никогда ни единым словом ни единым движением не даст понять вам то что он в чем-то выше вас ни единым намеком он не даст вам ощутить важность своей персоны присматривайтесь к людям анализируйте все внешне не выказывая свое в том любопытстве или желание понять с кем вы имеете дело отвергайте всех ряженых излишне образно говорящих с вами процеживаете сортируете фильтруете и тем самым вы не не усугубите состояние своего эго тем что в качестве чередного помогли дать дальнейшее развитие силе зла да да мы уже давно говорим о карме давно уже мы погружаемся в непознанное нами совсем еще неосознанное а мне уже давно в определенной части знакомое и чувствуете ли вы из группы тех кто знает мою витиеватость фраз стихах ли в переписке ли с вами какие силы я трачу на то чтобы максимально просто донести до вас все мною собранное и накопленное и при этом не показаться вам очередным все знающим болтуном говорящим о высших материях меня сейчас ведут я ничего не планирую я не знаю объема головы посвященной карме только потому что таковую под названием что такое карма в своей чистоте вы ее не обнаружите это состояние понятия будет теперь постоянно находиться с вами в качестве проводника по всем моим рассуждениям и только потому что на мой взгляд по глобальности она соответствует глобальности понятия и состояния нет несчастья любовь а значит вновь бог я так изматываю свою энергию стараюсь вбивать суть в каждое написанное слово в каждое сказанное слово когда я все стал видеть ощущать других и искусство обаять собеседника и попытки заворожить его к себе внимание правдами и неправдами с помощью всякой словесной мишуры дабы достичь определенной цели и чаще всего корыстной для себя я долгое время не мог общаться с людьми ко мне приходили а я им не верил ко мне приходили с предложениями о сотрудничестве а я в этом сотрудничестве видел угрозу для наращивания производства и чистоты общества не заключая со многими ни договоров ни союзов я вел собеседование с претендующими на занятия вакантных должностей как в своей службе так и в структуре руководства предприятием когда я пребывал еще и в должности председателя совета директоров по непонятным для многих причинам я корректно отказывался от услуг многих специалистов пройдя дополнительно ко всему уже и через политические войны за выживание моего комбината которую во благо себе группка людей намеревалась бросить на стол распродажи подводя его под банкротство я все сделал для того чтобы через собрание акционеров поочередно за два года сменить трех директоров и вот этот поиск новых кандидатур настолько обогащал меня находками своими способными более точно оценить мир каждого человека что я нашел для себя систему свой чужой она прошла такую проверку и так себя передо мной уже зарекомендовала что я уставший от поисков на выдохе спокойно опустился в простое удобное и уютное кресло для которого недоступен мир иллюзий серьезных ошибок испытание горечи от того что так бездарно потерянного времени я промолвил а я нашел эту меру я стал видеть человека я стал видеть его суть со всем им новым в недозволенном скрытом им от меня и людей ракурсе я нашел для себя меру отсчета сравнений я называл это видение кармы карма ли это это содержание а что такое судьба это разве не то по крупицам накопленное из мгновений мыслей поступков решений пассивности нашей и динамики куража и уныния восторга и огорчения поиска и разочарования а мне мой вожился говорит моя яло не морочь мне голову не морочь мне голову судьба это судьба это вот то за пределы объятий которого чтобы ты не делал ты никогда не выйдешь и только потому что они для тебя на все времена у готовлены о нет не прав говорил я слышу вслушивайся слова мои я уже давно не тот кто-то кто-то плыл по течению прыгнул потерялся ушел в пьянство смирился подчинился обстоятельствам в которые его кидануло государство признавая все в том числе и успешность своей жены которая никогда ни в чем не была специалистом а вот пробивной была всегда и теперь через постоянные упреки направленные в его адрес уже она кормит детей их и его а я я выходил к людям и говорил о том что нет денег есть только бартер а им не выдать зарплату а значит не накормить их всеми но я им говорил о том что мы направили в такой-то регион вагоны со своей железобетонной продукцией тому у кого тоже нет денег но ему необходимо построить какой-то объект но важно то что он может достать сахар а из этого сахара можно сварить сгущенку и направить ее тому кому она нужна и кто за нее способен рассчитаться налом в этот нал и людям не верили ждали шли в цеха часто и в моменты отсутствия материалов с пониманием без матов уходили в неоплачиваемые отпуска после этого я пытался понять почему все так почему для многих невозможно быть справедливым и порядочным почему очередной человек человек из твоего круга которого с такой надеждой ты продвигал в директорах просто буквально через несколько месяцев шел тропою прежних руководителей неспособных во имя тех многих которые верили в него в очередной раз отказаться от лжи и соблазнов от веры в то что каждому свое и ты мне хочешь сказать о том что после того многократного в грязь лицом головой о стену каждодневно в мучениях поиска ответов на многие вопросы понимая многого того в котором не только нужно разобраться но и принять поменять и донести до другого во благо того положительного эго в мире которое доведено до исчезновения и я кардинально меняющий кем-то мне уготованный путь никаким образом не меняю свое состояние глупец можно ли изменив смысл жизни отношения к ее содержанию отношения к оценке ее прошлого прийти к тому же результату как ты отстал от меня ты плетешься хвосте прежних трактовок навязанных тебе истин извращений самой сути которая бог бог это это бездна 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 и только добра и только любви и только света и только справедливости да да справедливость и даже тогда когда вели истинных отцов на голгофу те во все верующие все знающие кто был ничем а стал всем но всему бездумно подчиняющиеся и тогда когда сторона моя кровью харкала от распри всемогущество сил черноты и топи и тогда когда он позволял внедрять в собор и церкви агентов главных управлений да сочувствующих кровавой власти и тогда когда позволял одному писать доносы на другого а до этого дал всем возможность кого не уничтожили как столыпин а остался предать царя и развалить тем государство и тогда и тогда и тогда а все они поплатились сами себе уготовывая финал судьбу себе создавая меняя собственную карму и у всех все по-разному для кого-то такая же как кому-то учененная скорой смерть для кого-то душевные пытки для кого-то повседневные долги и гулки страх предвозможным возмездием познавший единственный раз голод когда попавший в кастрюлю любимый котенок отвел его жизнь от смерти никогда не расстанется с мыслью а почему во всем такое расточительство только только через потрясение порой силы превышающего девять и более баллов начинает отстукивать секунды пребывающие долгие годы и десятилетия во сне спящие спящие сознание все на крови все на ошибках за каждой строкой инструкции по охране труда и техники безопасности покоятся жизни в другом измерении а что же тогда стоит за глобальной за глобальной за глобальной за глобальной времени за глобальной за глобальной за глобальной Продолжение следует...